Открываем закрытую дверь и попадаем с вами... Та-дам! Дворцовый мост, Зимний дворец и Адмиралтейство. Всем привет, с вами МШ. Ни за что не поверите, где мы сегодня побываем. Да, в районе Адмиралтейства. Посмотрим всякие военные ништяки. Но прежде пару слов об этой ночи. Она выдалась довольно насыщенной на приключения, но бедной на съемки. Перед походом к Адмиралтейству мы посетили 34-й научно-исследовательский институт связи военно-морского флота. На момент съемки, имевший просто умопомрачительную аббревиатуру НИЦ, ТТ, ВМФ, КК, ИСОИ и Р. Расшифровка ее предельно ясна и очевидна. Это научно-исследовательский центр телекоммуникационных технологий военно-морского флота, корабельных комплексов и средства обмена информацией и разведки. Грубо говоря, место, где разрабатывают связь между военными кораблями. По поводу посещения, если быть более точным, то дальше подвала мы не выбрались, потому что выше все было очень даже живо, а так как это действующая войсковая часть, то встреча с обитателями этого здания была бы не в нашу пользу. Делать отдельный ролик по этому институту смысла не было. Отснял я там даже меньше, чем в прошлом ролике. Да и кардинально нового ничего в этом подвале я не увидел. Из интересного мы попали в штаб местной гражданской обороны. По большому счету, все то же самое, что и в бомбоубежище завода ЗИЛ, но с локальными особенностями. Керосиновые лампы, полевой провод, вороночка. Штаб гражданской обороны гораздо более скромный, нежели чем мы с вами видели на заводе ЗИЛ, но тем не менее тоже телефоны. Сюда главный, поэтому не спускался и руководил всеми делами по обороне гражданской. Журнал учета посещения склада Министерства обороны НЗ. Итак, заведен он в 84-м году, так же, когда я родился в том же году, 90-го до 93-го года велся, а последний раз, судя по записям, здесь были в 87-м году. Нормально так. В 87-м потом немножко подзабили. ЗАМ начальника МО. Введение секретных игровов запрещено. Раритетик. ДБ-63А. Квотар рентген в час, 50 рентген в час. Все, конечно, в таком дневом состоянии. Комплекты индивидуальных дозиметров. ДП-22. Зарядная машинка. Сами дозиметры. Ну, конечно, состояние немножечко тлен. Можно даже и такие темы найти. Это, я так понимаю, пожарные извещатели. Кто мне омерится, там становится. А теперь вернемся к Адмиралтейству. Пересекаем Неву. Красивая подсветка дворцового моста. Такая яркая, такая синенькая. Немножечко протальная. И вообще на дворе февраль. Ночь. Нифига не белая. И очень даже черная. А пока мы идем к нашему объекту, проходим мимо до более знакомой внешечки, по которой ползла ту его хучу народу во время авокпорослов. И спустя некоторые мытарства, связанные с попаданием на территорию, мы оказываемся в удивительном месте. Передать, к сожалению, которое я вам, как всегда, не могу, так как у меня сейчас даже с собой глупохи нету. В общем, это огромная металлическая труба. Диаметр метра, наверное, 4. И поначалу нашпигованная всяким разным оборудованием. Залаз в эту трубу осуществляется вот через такой вот гермалючок, который даже не очень попадает в камеру. Вот моя нога по сравнению с ним. В общем, здесь раньше находились какие-то противорезы. Вот здесь телега каталась по направляющим. Раз-два. Цепи, тросы и так далее. А нам сейчас вот за эту стенку. Ну вот, мы перелезли через стенку и оказываемся в глукой-глукой трубе. Конечно, раньше она была явно намного более целой, потому что здесь наверняка были закладные под эти самые направляющие, по которым каталась тележка. Но, тем не менее, труба неожиданно длинна. Реально такой тоннель, по которому мы сейчас с вами обязательно прогуляемся. Снизу валяются остатки какого-то оборудования, то ли блоки питания, то ли передающие блоки, не пойми чего. В общем, особо не вникаем и чешем дальше. Пройдя буквально метров 10, мы видим такие 4 окна, стекло. Но за стеклом, вот особенно здесь видно, что там все заложено кирпичом. Видимо, это какие-то смотровые окошки раньше были. Увы, сейчас их уже никто не посмотрит. Вот так вот это выглядит немножко в более собранном виде. Здесь прям уж труба-труба идет. Но нам все дальше. Мы прошли метров 50, наверное. Длина этой трубы метров 100 где-то. В самом ее конце находится вот такая вот телега. Вот эта телега, собственно, и каталась по направляющим. Вот так вот это все примерно и выглядело. Необычные колеса, расположенные под некоторым углом. Собственно, вот эта тележка выкачана из ангара. Она длиной метра 3. Можно на ней кататься. Ура! Обратите внимание на такой интересный момент. Закрывай. Дверь. В общем, привод суровый, прям как у герма двери. Это заглядывает нестандартная. Корабельная защитно-герметическая дверь. Корабельная защитно-герметическая дверь. Но она явно ничего не герметизирует. Так как сверху чуть-чуть не герметична. Кто-то угоняет мотовозы, а кто-то катается на рельсах по потолку. Накоманы, сэр. Гравитация бессердечна. Это сволочек. Ну и, естественно, нужно сделать пару фотографий этого довольно-таки необычного места. Вот так вот выглядит один из торцов этой трубы. То есть, мощные ребра жесткости. Вот такое вот отверстие. Там герма форточка находится. Ну и вот перемычка, через которую мы перелезали, которую я вам показал вначале. По поводу ребра жесткости. Кстати, они весьма массивные. То есть, ну где-то сантиметра два-два с половиной, это точно. Буквально вот он торец. А я сейчас нахожусь в такой нише. Здесь раньше был привод. Мощный двигатель, от которого, естественно, остались рожки-доножки. И через такой вот кардан туда передавался вращающий момент. Ну, дальше есть предположение, что это передавалось вращение к той телеге, которая подвешивалась, например, к какой-нибудь испытываемому оборудованию. Потому что кардан пропущен через такую муфту. То есть, муфта подохраняла, держала давление. Прованный голосовой извещатель. И он подсоединялся к такому блоку, на котором можно прочесть ГКП, сухой док, пульт. Вот сухой док, предположительно, это то, вот это вот местечко, где я вот фотографировал буквально. Вот-вот, где я перелезал через стенку. Циркуляр. Циркуляр, это может быть циркулирование какой-нибудь жидкости. Сигнал, сеть, усиление. ФЛБ, выкуп. Да, конечно, аппаратура здесь трудно расшифровывать. Ваги мы. Подытоживая все увиденное в ролике, я предположу, что это был опытовый бассейн для гидромеханических испытаний корпусов судов. Данное испытание проводится на этапе конструирования судна. Для этого создается уменьшенная копия его корпуса. Далее труба заполняется водой. Естественно, не полностью. В нашем случае хорошо виден уровень заполнения по характерной ржавчине на стенках. Модель корпуса подсоединялась к буксировочной тележке, той самой, где я катался. Это производилось в доковой части бассейна. В нашем случае доковая часть отделялась от основной части бассейна герметическими дверями. Буксировочная тележка приводилась в действие посредством привода от электродвигателя, и корпус начинал плыть. В этом бассейне испытывают все модели, выясняют характеристики винтов. Тележка с моделью за день делает 20-30 пробегов. После каждого маршрута – остановка. Вода должна успокоиться, чтобы исследования проходили в одинаковых условиях. Через иллюминаторы можно было визуально отследить некоторые параметры. Сама модель подсоединялась к тележке через динамометр, который измерял силу ее сопротивления. Таким образом, еще до постройки корпуса в полную величину можно было довести его до ума, что экономило немало средств. Это что касается отснятого. Теперь лезем в интернет и узнаем, что в здании Адмиралтейства находится один из корпусов военно-морского инженерного института в МИИ, который в настоящее время, в результате слияния с другими учебными заведениями, превратился в военно-морской политехнический институт. В 2009 году из Адмиралтейства съехало несколько факультетов, в том числе и факультет кораблестроения. Опытовый бассейн оказался больше невостребованным и был заброшен. Кстати, об остальных факультетах. Жители Санкт-Петербурга очень сильно удивятся, узнав, что до 1986 года здесь был действующий учебный ядерный реактор, наподобие того, что ставят на атомные подлодки, только намного меньшей мощности. На нем студенты отрабатывали навыки управления ядерными энергетическими установками. После аварии на Чернобыльской АЭС топливо было выгружено и заменено на обычные теплоэлектронагреватели, имитирующие ТВЭЛы. Думаю, узнав это, вы теперь будете смотреть на здание Адмиралтейства несколько иначе. На стеллажах лежат различные лампы, контакторы какие-то, пускатели мощные. Вот одна из ламп, например, 110 вольт и 3 киловатта. Изготовлена в июле 56-го года. Где-то вон там была маркировочка июль 56-го года. Жесть. Естественно, из ящиков все ценное уже достали. Снизу валяется огромное количество остатков слюды. Слюда это изолятор. Раньше пользовались ей усиленно. В общем, такой вот он дестройчик. А вот в цоколе одной из ламп и ваш покорный слуга отражается. Это киловаттная лампа. Красиво так. Нити накаливания у нее дрожат. Какой у нас год? 52-й год. Вот такие вот дремнющие лампы. В общем, полувека эта лампа здесь лежит. Обалдеть. И, конечно, вряд ли кто-то включит. Эту лампу когда-нибудь. Но я ее уберу обратно на место. Вот так вот. Ой. Сейчас, извините. Пока попробую камеру. Немножко криво выходит. Она вот так вот торчала из своего кротонного тубуса. Пускай лежит. Конечно, ее разобьют обязательно. Но это буду не я. С внешней стороны испытательная труба выглядит примерно вот так вот. Ребра жесткости идут через каждые полтора метра. Внизу она покоится на мощной станине, закрепленной анкерами. Вон, раз, два. Ну и так пошли дальше. Ну и плюс еще на всякий случай тут вон кирпичиком все это заважили. В общем, мощно. В принципе, как и всегда в Советском Союзе. Сверху идут закладные для кабелей. Естественно, кабелей на них уже нет. А мы выбрасываемся наружу. Экзотические походы по всяким разным лабораториям в удивительном и прекрасном центре города Санкт-Петербурга. Это, конечно, довольно редкое явление. Скажем так, даже первое на моем канале. Но, тем не менее. Такие вот необычные места. А пока что я с вами прощаюсь. С вами был Амша. Пока-пока. Лайки, подписки. До новых видео. До новых встреч. Все. А теперь небольшой анонс. Какие ролики нас ждут далее? Первый будет посвящен походу на настоящий военный корабль. Правда, заброшенный. Старожилой корабль «Дружный», находящийся в Москве. После этого мы перенесемся в Ленинградскую область. И по полной ощутим жар от лющейся стали и дуговых печей на Ижорском заводе в Колпино. Для того, чтобы охладиться, снова рванем в Москву. И устроим сплав на лодках и байдарках по подземной речке Хапиловке. Так что оставайтесь. Скучно явно не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...